МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Меня зовут Руслан. Я железный человек. Да, меня зовут Руслан, и я люблю путешествовать. Вместе со своей семьей. Делаем мы это на автомобиле. За 7 лет мы уже объездили больше 30 стран. Получаем от этого большое удовольствие. Вот такой фан. Удовольствие на самом деле не для всех. Кто-то любит по отелям, кто-то на пляже греться. Мы любим просто ездить на авто. Приискать какие-то закутки интересные, живописные. И отдыхать дикарями. Нас часто спрашивают о том, что это у нас на крыше. Это зенитная установка. Да, на крыше у нас находится палатка. Собственно, о ней и хотелось бы рассказать, потому что для многих это в диковинку до сих пор. Задается много вопросов о том, насколько это функционально, зачем она вообще нужна, чем она отличается от напольной. Вот об этом я и хотел рассказать. То есть, насколько эта штука удобная, насколько она нужная. Тут каждый решает сам, но в принципе, как бы для наших путешествий это оптимальный вариант. Объясню почему. Обычную палатку вам приходится раскладывать, ну скажем, пусть там 15-20, можно до получаса там паковаться, да, раскладывать. Вбивать коле, это не всегда как бы удается, потому что, ну, почва бывает разная, там камни и прочее. Вот, соответственно, потеря большая времени идет. В чем преимущество палатки на крыше? Ты остановился 5-10 минут, и ты уже валяешься внутри, дрыхнешь. Вот, на самом деле, очень удобно. Еще одно преимущество палатки на крыше, это в том, что, в принципе, не нужно искать само место для разбивания палатки. То есть, там, где машина остановилась, там ты уже и спишь. Вот, потому что, ну, кто путешествовал с палаткой, знает. То есть, для того, чтобы разложить, нужно, как бы, найти гладкое место ровное, вот, подбрасывать камни, ветки, все это занимает очень много времени. То есть, подготовка. Вот, потом растянуть растяжки, колышки вбить, если есть возможность, потому что, наоборот, песок, камни, то есть, не всегда можно эти коле вбить, то есть, ну, куча проблем начинается. Ну, вот, то есть, в любом случае, это как-то там решается, да, там, камнями прижимается. Вот, но опытные знают, то есть, палатку не везде поставишь, не всегда поставишь и не всегда быстро ее разложишь. А спать хочется, например, там, приехал поздно, вот, как мы обычно, там, съехали куда-то уже, да, темнеет. Вот, хочется уже, как бы, откинуться, поспать, потому что дорога длинная, там, пробег длинный был. В принципе, лучше, наверное, один раз показать, чем десять раз рассказать. Этим мы и займемся. Я постараюсь рассказать о палатке и, наверное, о каком-то еще оборудовании дополнительном, которое мы комплектуем нашу машину в поездке. Ну, давайте расскажу, покажу. Что мы имеем? Мы имеем багажник Frontrunner компания. Американская, по-моему, я точно не помню. Силовой багажник, экспедиционник, так называемый. Длина его 2,20. Помимо багажника у нас тут еще ящик. На самом деле он для квадроциклов сделан, для крепления. Но у меня он вписался отлично в этот запас багажника, который остался от палатки. Это наша попа. На попе у нас лестница. Тоже фирмы Frontrunner. Лестница закрепляется нижним концом под номерную накладку. Загоняется и абсолютно жестко держится. В верхней части она крепится тремя... Сейчас покажу. Тремя болтами сквозными. То есть загоняется. И тоже крепко держится. Ну и собственно, сама палатка. Чехол палатки закреплен за крючки. Резинкой натягивается это все дело. То есть для того, чтобы снять, просто освобождаем резинку от крючков. Ну а сейчас в реальном времени попробуем, посмотрим, сколько нас займет времени разложить палатку. Значит, освобождаем скобы. Та-дам-там. Та-дам-там. Чехол мы освободили. Одну руку я, конечно, неудобно. Закидываем чехол на лобовое. Утречком, когда припекают солнце, у нас чехол, получается, защищает нас еще и от солнца. Дальше. Следующий шаг. Это лестница. Вот так она выглядит. Нам ее нужно выдвинуть для того, чтобы удобно было палатку разложить. Вот, зафиксировали. И с другой стороны две стяжки. Ать. Для того, чтобы не прыгала плита верхняя, освобождаем стяжки. Все. Спускаемся. Теперь мне понадобится две руки. Дальше. дополнительную секцию мы выдвинули и служит нам для того чтобы подстроить соответствующую длину потому что не всегда получается мы останавливаемся на ровном месте поэтому лестница регулируется и можно сделать короче длиннее главное чтобы у нас плита основная была ровненько все можем спать залезать сейчас я покажу внутренности замочки что у нас еще тут есть это направляющая достаем опоры цепляем вот у нас дыточка подкрепление опоры цепляем одну цепляем вторую выравниваем у нас есть корнизик уже замечательно пахнет до сих пор костром чтоб нам полок не мешал у нас тут есть липучки для его крепления так внутри у нас растяжки это временные растяжки они только для транспортировки для того чтобы стенки лучше складывались при паковании то есть просто освобождаем опа все растяжек у нас нету сейчас еще вторую отцепим здесь у нас окошечко все теперь у нас тут светлее стало с другой стороны тоже еще одно окошечко защищено тоже не продуваемая и от дождя не промокаемые все палатка готова ко сну в принципе можно залезать и спать здесь у нас есть нормальный полноценный матрас мягкий удобный палатка рассчитана на четырех человек вторым здесь просто отель тут видно со всех сторон герметично то есть она не продуваемая не промокаемая в принципе даже зимой в них можно ночевать естественно при наличии теплых спальников то есть для трех человек места более чем достаточно здесь штанги алюминиевые трубы которые закрыты материю материи это нас проволочка для вешаем мы вешаем фонарик сюда просто все никак руки не дойдут карабин прицепить у нас тут еще есть кармашки для всякой мелочи а когда спать ложишься закидываешь сюда мобильный телефон вот что-то там осталось всякая мелоча из карманов в комплекте с палаткой идет вот этот матрас и идет еще четыре подушки такой же расцветки веселые сейчас они дома валяются здесь их нет палатка у нас раскрывается как книжка днище состоит из двух створок собственно обложки одна из створок у нас формирует такой навес от дождя в принципе можно прятаться под него не сильно большой но три человека могут укрыться при желании немножко наращивается это за счет еще одного козырька верхнего то есть площадь получается чуть больше высота достаточно для того чтобы свободно здесь стоять то есть у меня вот метр восемьдесят три кажется и у меня на голову еще есть запас то есть прятаться от дождя здесь довольно комфортно палатка сделана из довольно плотного материала очень качественного она не промокаемая не продуваемая проверено неоднократно выдерживала бурю ураганы шквальные всю ночь лил ливень то есть ничего не промокал он не попадала внутрь с палатку на все можно заглянуть теперь в багажник такое у нас интимное место сзади что у нас находится в багажнике это дешевые обычные пластмассовые боксы из местного магазина хорошо надежно закрывается прищепками в них гораздо удобнее хранить всякое мелкое барахло чем в пакетах потому что во первых они прозрачные все видно что где то есть не надо искать во вторых как бы ну ничего не приминается они не бьется обычно чего нас тут примус с горелкой чайничек набор кастрюлек чашек в общем как бы минимальный набор обычный который хватает практически на все случаи жизни в любой ситуации занимает немного места возится с собой практически все время то есть даже если какой-то не плановый выезд если что можно хотя бы начались сделать дальше стулья раскладные стулья очень простенькие дешевенькие приобретены по случаю где-то на распродаже но уже отъездили ребята на эндуро носятся шумят и к стульям у нас такой портативный столик раскладной тоже все занимает мало места что стулья что столики это у нас столешница и складные ножки опача очень просто раскладывается фиксируется и сверху у нас столешница на резиночках загоняется в пазы для жесткости получается у нас вот такой наборчик столик достаточно устойчивый немного конечно шатается но зато легкая конструкция удобная портативных мало места занимает тут же у нас живет канистра с водой 25 литров краник с регулируемой мощностью струи канистра для приготовления еды вода питьевая ну в принципе в швеции вся вода питьевая у нас можно ее из-под крана пить в уголке у нас живет большая сумка со всяким мелочем походным полезным всякие веревки и фонарики и вот такой еще полезный девайс о нем могу чуть подробнее рассказать инвертор соответственно штука уже классическая в принципе она у всех путешественников есть кто в курсе это преобразователь для тех кто в курсе для устройств 220 от прикуривателя автомобиля либо от вот такого вот устройства это так называемый джампер стартер если аккумулятор автомобильный сдох можно прикурить от этого аккумулятора здесь у нас крокодильчики плюс сюда встроен еще компрессор вот можно его использовать для накачки шин что тоже полезная штука в дороге что у нас тут есть еще тоже есть прикуриватель то есть соответственно можем подключить инвертор сюда и запитать скажем ноутбук подзарядить вот это у нас включение прикуривания статус батареи сейчас мы видим заряжена полностью весь диапазон и подзарядочка для USB в принципе он есть и в инверторе где у нас тут он вот и второй есть еще здесь можно прямо от аккумулятора заряжать устройство как это работает подключаем телефон моя лопата нажимаем кнопочку USB пошла ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля пошла зарядка то есть на самом деле штука в путешествии очень полезная потому что часто на длительных стоянках заряжаться не от чего солнечной батареи у нас пока нет не разжилось а вот такое устройство позволяет запитать необходимые девайсы всякие телефоны ноутбуки и прочее не знаю еще пока насколько его хватит насколько устройств но в принципе два дня он нам питал несколько телефонов то есть мы с ребятами останавливались на пляже есть еще фонарик дополнительные опции кроме этого фонарика у нас есть еще вот такой кемпинговый фонарь на толстеньких батареечках ночи светит довольно сносно он у нас везет обычно в палатке 4 толстых батарейки хватает довольно долго так кто нас в домике живет пилка военный топорик саперная лопатка на всякий случай понятно что толку с ней немного если застрянешь москитная сетка большая противомоскитная от комаров складной такого душ на 10 литров мешок заливается вода там краник 7 минут написано еще не пробовал не было случая попробовать инструменты для большинства случаев оптимальный набор то есть не раз выручал вот там у нас веревочка моток стяжечки мелочью перчатки губки веревки разного диаметра универсальный тул на все случаи жизни здесь у нас пара карематов закреплены это не в палатку это если хочется поваляться где-нибудь там на камнях в траве по загорать вот они тут живут на месте окна вот могу сказать что в принципе с этим набором уже можно путешествовать этого всего хватает более чем для какой-нибудь поездки в мир по европе то что мы делаем очень часто отдельно хочется похвалить багажник диска в принципе я из-за него его и брал ну изначально хотел его из багажника багажник диска просто архи замечательный второй ряд складывается и у нас получается два метра просто гладкого пола практически то есть принципе при желании когда нет вещей могут разместиться еще два человека прекрасно спать в багажнике в полный рост довольно комфортно продемонстрирую у нас шлеп петелька и у нас сиденье ну опускается вровень с полом и у нас прекрасный двухметровый багажник помимо второго ряда у меня тут в багажнике еще есть третий ряд сидений вот они спрятаны здесь защелочка подымаются и машина превращается в семиместную но единственный недостаток что место для вещей для хранения тогда не остается если подымается еще третий ряд сидений то в принципе путешественникам некуда свои вещи ставить разве что на крышу закидывать еще немножко самой машине здесь у нас находится фаркоп на случай если понадобится прицепить какой-нибудь прицеп и запасное колесо запасное колесо полноразмерное с той же резиной которая стоит на колесах для того что можно было спокойно сразу заменить и ехать дальше вот у меня сейчас стоит дина про атм это такая себе средненькая резина в миру злая но для бездорожья вполне подходящая такая универсальная она и по шоссе не очень шумная вибрирую правда немножко до этого у меня стояли грабберы general grabber а.т. они мне больше нравились они считаются песочная резина но в принципе в грязи они тоже себя показали очень хорошо сейчас вот такая в меру злая ситуации бывают разные вот у нас как раз память о такой ситуации то есть мы потеряли мудфлоп брызговик на по-русски вот потеряли мы брызговичок в одном из такого приключений провалились в глину вот выползли в прик практически по брюхо выкарабкались но без брызговичков поэтому хорошая резина на самом деле залог здоровья в дальних путешествиях потому что можно попасть особенно если нет лебедки а у нас ее нет у нас нет ни лебедки никаких специальных защит то есть заводская защита вот скажем для большинства случаев хватает даже защита передняя пластмасска просто мы даже немножко оторвали вот но в принципе пока обходилась без проблем конечно на будущее хотелось поставить хотя бы спереди защиту и лебедку конечно хочется потому что всякое бывает лебедка это спасение у нас замечательный краснокожий друг зовут его land rover discovery 3 довольно таки уже поживший старичок машина 2006 года вот но он никогда в принципе нас не подводил всегда привозил домой вот всегда выручал то есть мы с ним проблем не знаем особо никаких и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, если я о чем-то не сказал, что-то интересное, какие-то вопросы есть, можно задать их на моем сайте, там, где мы размещаем отчеты о семейных путешествиях. Либо написать на e-mail. Счастливо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА